Несмотря на юный возраст спортсменов, борьба на ковре идет жаркая и техничная. Атлеты выкладываются на полную, а каждый успех или неудачу принимают гораздо острее, чем взрослые. Девятый турнир памяти заслуженного тренера России Андрея Рыбкина собрал в Тамбове борцов 2007-2008 годов рождения из семи регионов страны. Здесь есть и спортсмены, которые уже о себе заявили на всероссийских соревнованиях, то есть становились призерами. Первенство России, федеральных округов и также с ними принимают участие спортсмены, которые только начинают свой путь в греко-римской борьбе, то есть делают первые шаги, достойно себя показывают как с опытными спортсменами, так и со своими, с уровнем своей подготовки. В силу возраста принципиальных противостояний на соревнованиях пока нет, но конкуренции и накал страстей от этого не менее высокие. Всего здесь 15 команд, которые представляют 162 спортсмена. Бьются они за золото почти в 15 весовых категориях. Греко-римский стиль – один из самых древних видов борьбы и до сих пор остается, наверное, самым тяжелым. Здесь нельзя работать ногами и цеплять ноги соперника. Все технические действия проводятся только выше пояса. Кроме того, запрещены болевые удушающие приемы, поэтому досрочно победить можно, либо оторвавшись от соперника на 8 баллов, либо уложив его на обе лопатки. Борец в синем трико – Дима Абанин, и у него день рождения. Ему исполняется 12 лет. К празднику парень сделал себе ценный подарок – завоевал третье место в своей весовой. Юный спортсмен приехал на турнир из Ириашска, а борьбой занимается уже пятый год. В борьбе есть какие-то планы уже на будущее? Ну, маленькие, но есть. Ну, выиграть Россию, например, или там СФО пройти. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В число лидеров попали 34 тамбовских борца, три из которых взяли золото. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова